приветствую вас на моем канале с вами александр вот получил первую посылку нового 2019 года скоро будет их больше значит и встречаться на канале станем чаще сегодня будет распаковка и обзор недорогого фена для пайки smd элементов riesbo 8858 который я приобрел в магазине с созвучным бренду названием на алиэкспресс с доставкой и кэшбэком от ipn за 24 долларов 59 центов ссылка на эту партнерскую сеть будет в описании можете ознакомиться и зарегистрироваться доставка из эстонии в беларусь платная с отслеживаемый трек номером заняла один месяц почтовый пакет оценен в три доллара при его весе 748 грамм что конечно же насторожило белорусскую таможню и по ее требованию пакет скрывали о чем свидетельствует специальный стикер ссылку на товар и магазин оставлю в описании под видео несмотря на то что отсутствует розничная картонная коробка фен бережно обернут несколькими слоями пленки с пупырками пожалуй это самый компактный паяльный фен с термостабилизацией то есть это фен с поддержанием заданной температуры на алиэкспресс подобные фены продаются под разными названиями видел очень подробный обзор подобного фена ярболи на канале моего земляка поэтому есть чем сравнить в магазине есть выбор лота с дополнительными насадками пинцетами инструментом для демонтажа электронных элементов у меня базовая комплектация инструкция сетевой шнур с евровилкой с заземлением блок питания и управления 7 насадок различного диаметра подставка с магнитным размыкателем и паяльный фен в инструкции на китайском и английском языках содержится информация с требованиями питающего напряжения от 110 до 220 вольт употребляемой мощности 480 ватт диапазоне регулировки температуры от 100 до 480 градусов цельсия и о мерах предосторожности блок питания управления имеет очень скромные габариты длина 125 миллиметров ширина 50 миллиметров и толщина корпуса 30 миллиметров на его дне вклеены две резиновые опоры сверху приклеен стикер информация на котором дублирует текст инструкции однако потребляемая мощность здесь указано 300 ватт модель riesbo 8858 изготовлена из черного пластика с перфорацией по бокам для охлаждения элементов установленных на монтажных платах на двух противоположных торцах есть восьмиконтактный разъем для соединения с кабелем фена и трехконтактный разъем с заземлением для подключения кабеля питания подставка для фена имеет габариты длина 60 миллиметров и ширина 50 миллиметров внутри нее по обе стороны вклеены два магнита которые управляют герконом установленным в корпусе фена при установке фена на подставку отключается питающее напряжение и фен перестает греться в комплекте 7 насадок внутренние диаметры которых 2 3 4 5 6 9 11 миллиметров внутри каждой насадки есть по две выпуклости которые вставляются специальную канавку металлического кожуха фена и проворачиваются для фиксации на нем крепление насадок плотная длина сетевого шнура 110 сантиметров он имеет эластичную оплетку из пвх и оснащен вилкой евро стандарта с заземлением и коннектором стандартным для системного блока компьютера длина фена с этой насадкой 260 миллиметров без насадки 235 миллиметров фен подключается к блоку питания управления 8 жильным кабелем в мягкой оплетке из пвх длиной 87 сантиметров его штекер надежно привинчивается к разъему блока питания и управления корпус фена скреплен двумя шурупами спереди на нем накручен пластиковый защитный чехол внутри фена размещен кулер модель на экране с напряжением питания 12 вольт и током 230 миллиампер а также плата коммутации нихромовая спираль упрятана внутри металлического кожуха которому абсолютно ненадежно припаян провод заземления и который отвалился при разборке фена под кембриком спрятаны тонкий геркон который был уже сломан и теплодатчик который используется в цепи стабилизации температуры нагрева спирали две половины блока питания управления соединены четырьмя шурупами внутри установлены две монтажные платы соединенные разъемом шестью контактами пайка удовлетворительная имеются остатки флюса на большой плате собраны импульсный блок питания и схема управления температурой нагрева и воздушным потоком на входе установлен предохранитель на 4 ампера диодный однофазный выпрямитель db 207 стоком 2 ампера и обратным импульсным напряжением 1000 вольт импульсный блок питания построен на шим-контроллере ap 8022h в цепи обратной связи для гальванической развязки используется оптрон pc 817 от шарп в цепи управления установлен двухканальный операционный усилитель lm 358p производства the night com температура нагрева спирали фена регулируется через теристор с обозначением кда 16 а регулировка воздушного потока через биполярный транзистор tip 122 с него напряжение питания кулера встроенного фен подается на черный и фиолетовые провода а тиристор в свою очередь управляется через оптронную сборку м оси 3041 от motorola хотя в данном блоке выходные транзистор и тиристор были установлены на радиаторы но термопаста на них не нанесена на плате управления индикации установлен контроллер без маркировки достаточно громкий зуммер для сигнализации трехразрядный семисегментный светодиодный индикатор с крайней правой точкой и три кнопки управления здесь не установлена энергонезависимая память отдельно вероятно она встроена сам микроконтроллер нанеся термопасту kpt8 на тиристор и транзистор пропаяв некоторые элементы зачистив плату от остатка флюса запаяв провод заземления предварительно обработав место пайки ортофосфорной кислотой и заменив сломанный геркон только после этих процедур можно пользоваться этим инструментом подключаю фен к блоку питания и управления винтовое соединение надежное кстати я еще не снял транспортировочную пленку в другой разъем подключаю шнур питания путем поворота устанавливаю насадку фен устанавливаю на магнитную подставку в начальный момент при подключении кабеля питания в сеть на короткое время на индикаторе отображается последнее установленное значение температуры фена до отключения от сети если фен установлен на подставку то и на индикаторе отображается три прочерка при снятии фена с подставки для работы очень короткое время происходит набор заданной температуры и уровня воздушного потока. При последующей установке фена на подставку температура снижается до 100 градусов Цельсия и затем кулер выключается. Регулировка температуры нагрева спирали возможна от 100 градусов до 480 градусов Цельсия. При одногратном нажатии на кнопку On-Off, совмещенной с кнопкой Setup, можно регулировать сотые значения температуры от 1 до 4 кнопками Up-Down, затем десятки от 0 до 9 и затем единицы градусов от 0 до 9, а уже затем уровень воздушного потока от уровня F01 до уровня F10. Причем низкие обороты F01, F03 недоступны при выставленной температуре выше 400 градусов Цельсия. При отсутствии подключения фена к блоку питания или при неисправности в самом блоке или фене на индикаторе отображается значение S-E. Каждое нажатие на кнопки управления подтверждается звуковым сигналом зуммера. Выключение фена осуществляется продолжительным удержанием кнопки On-Off до звукового сигнала. При этом подача напряжения на нить накала прекращается, кулер вращается на максимальных оборотах, чтобы быстро снизить температуру нити накала до 100 градусов Цельсия. При этом на индикаторе отображается три прочерка. Уровень шума, издаваемого кулером, очень низкий. В режиме ожидания блок питания управления потребляет не более 1 Вт. При наборе максимальных уровней температуры и воздушного потока потребление возрастает до 684,5 Вт при заявленных 480 Вт. Но в процессе поддержания этой температуры мощность удерживается на уровне 4,5-5 Вт. Испытаю паяльный фен действий. Выставляю температуру 340 градусов Цельсия в кулер в режиме F6. Если припой бесвинцовый, то температуру придется поднять до 400 градусов Цельсия. Если же припой с содержанием свинца и плата небольшая, то температуру можно понизить до 320 градусов Цельсия. Фен легко выпаивает элементы с монтажной платой и запаивает их на место. По итогу его достоинствами я считаю цену менее 30 баксов, наличие термостабилизации, компактность конструкции и удобство пользования, быстрый нагрев до заданной температуры, невысокий уровень шума кулера, мягкая эластичная изоляция шнуров, чтобы добавляет комфорта при пользовании, легкосъемные насадки, простое логическое управление с индикацией заданных параметров и наличие энергонезависимой памяти. К недостаткам отнесу дешевую элементную базу, в частности используемую в большинстве бытовых приборов кулер, отсутствие термопасты на радиаторах, низкое качество пайки некоторых элементов. Отсюда, впрочем, и низкая конкурентная цена многих китайских товаров. Данный инструмент не выглядит как профессиональный инструмент, но его вполне достаточно для мелкого ремонта электроники. Это такая категория товаров в помощь радиолюбителю. Ссылки на товар и магазин в описании. Оцените это видео, подписывайтесь на канал, не забыв нажать на колокольчик. Ну а с вами был Александр и до встречи на канале. Пока!